всех приветствую друзья у нас сегодня интересный обзорчик будет блок питания лабораторный блок питания также к нему мне дослали блок запитывать который на 100 ватт если будете приобретать ссылочки оставлю в описании как обычно обращайте внимание можно взять просто его без питания потому что он запитывается через любые любые источники ходят powerbank а ходит дисси преобразователи повердивили можете через всякие блоки питания также к нему что пришло еще вот такой кабелек юсб тайп си для питания достаточно мощным 20 наверное здесь через него пройдет смело что мы сейчас делаем и сейчас распакуем его и для чего вообще он нужен да вот этот блок питания вкратце для чего нужен он нужен для того чтобы вы запитали хоть что вам например надо вот как у меня камера лежит до частенько камеры наблюдения и у вас нету 12 вольт вы не знаете как его , да все берете переходничок что я сейчас продемонстрирую любой выдираете запитываете в походных условиях можно прямо на столбе проверить работает ли камера или нет это у нас мобильное решение работает от powerbank а от любого источника 12 вольт можете запитать но тоже продемонстрирую сейчас есть стационарный вот у меня стоит стационарник это как мобильный с собой если где-то проверять что-то делать также и дома на столе украсит вашу лабораторию ну что давайте посмотрим что у нас внутри распечатаем пробежимся по настройкам погнали блоку чуть-чуть питания вернемся попозже вот такой у нас блок питания который будет питать нашу станцию 2 спи тайп си и тип а разъемы в купе выдают в общем мощности они тут много 45 ватт 30 ватт и 18 ватт 45 35 18 тут 100 ватт если все , стоит трансформатор дальше у нас блок универсальный можете его под такие розеточки можете под евро стандарт и ну качественно видно что все чутенько сделано 100 ватт дальше наш кабель кабель конечно такой серьезный серьезный кабелек это не такие как который идет мягенький сечение большое пригодится давайте распечатывать наш блок питание что мы тут у меня давайте посмотрим модель входящие напряжение у нас от 0 5 до 32 вольт входящий ток от 100 миллиампер до 5 ампер 40 49 процентов потери размер здесь у нас до температуры рабочий и выходящее напряжение у нас тоже интересует от 0 до 32 можно выйти по мощности от 0 до 5 ампер он может и ватт и тут до от 0 до 150 ватт ну соответственно если вы 100 ваттный вот этот запитаете 152 тома вам все равно не вырос вам надо соответственно по мощнее питание питальник все понятно в общем на этом не будем заострять внимание и так все понятно сразу же гайд гайд на двух языках английский и и китайский в принципе все понятно все эту характеристики указаны вся инструкция что для чего ну и туда интенсивно понятно так все расписано кто английский не знаю пожалуйста google переводчик в помощь проблем также у данного блока есть программа на компьютер не знаю может в этом видео будем рассматривать хотя сейчас не об этом можете управлять с компьютера здесь вернемся чуть-чуть похоже крокодильчики для питания также здесь входящий плюсовой клей мачка крокодильчики на минус и провод для подключения к компьютеру для перепрошивки например или еще для чего-нибудь ну в основном компьютер подключать его что программы управлять им через компьютер также обновление прошивки переходим к самому блоку он маленький он маленький друзьям и уже снимем клеен очки все смотришь на фотографии он кажется побольше он действительно очень маленький с телефон примерно с мобильный телефончик что мы тут имеем давайте сразу пробежимся по по функционалу микро usb для того чтобы его компьютеру подключать прошивку заливать и управление с компьютером пайл деливерли и дисси переключение если вы будете запитывать его от пауэрбанка сейчас мы попробуем пауэрбанк достану запитаем и если вы будете запитывать от дисси смотря чего будет питаться у нас в пайл деливере поставим будет запитаться через usb type-c снизу ножки прорезинены логотип компании с этой стороны кнопка включения выключения она же подсвечивается контакты и регулировка не энкодер не нажимается но щелчки их своеобразные есть слышно как щелкает так сверху что мы имеем мы имеем кнопочку домой memory память сейчас посмотрим какие функции назначены переключение режима и кнопка режимов сам дисплейчик открывается все четко под любое можно ставить давайте запитами включаем в наш порт запитываем запитали видим сразу же включился если мы подадим питание сюда у нас здесь светится него на подсветочка все красивенько и подсвечиваются контакт выводов берем наш power bank включаем его что мы видим все работает пожалуйста 5 вольт у нас заходит сюда видим на 5 вольт температуру сразу же кажет все замечательно и до 5 вольт мы можем пожалуйста преобразовывать дальше давайте следующий попробуем вот этот сейчас здесь у нас есть заряд есть заряд включаем все и здесь тоже 5 вольт и 5 вольт здесь у нас выходит соответственно с собой берем можем уже здесь выводить любые токи на любые любые гаджеты все понятно так убираем это у нас все проверим дальше подключаем обратно к нашему блоку питания смотрим сколько здесь у нас на выходе он выдает здесь уже выдает у нас 20 вольт видим на давайте пробежимся по функционалу что здесь есть сверху у нас сразу показано вольтаж сколько вы заходит с него включен звук температура здесь у нас выключен когда мы кнопку боковую нажимаем у нас выход на эти идет контакты с этим все понятно здесь вольт и амперы платы с этим тоже все понятно и здесь показано в окошечке насколько настроена между прочим камера искажает цвет здесь немножко все так чётенько не знаю как на камере но у меня вот может конечно на камере показано что не так но все четко видно вообще экранчик классных здесь сколько выставили выход на выходе и ампер сколько вот и соответственно мы не выставляем они сами преобразуются в этом окошечке у нас показано как домашний счетчик сколько вы потратили вот в час ампер в час и время использования это настраиваться это можно отключить здесь у нас замок блокировки режимы 12 режимов поддерживаться вы можете запрограммировать что каждый раз вам не настраивать дату итог какой здесь запрограммировали 12 режимов и у вас соответственно только между memory переключаетесь эти здесь 5 вольт на выходе 1 ампер сколько 12 нет 6 оставите не 12 6 ячеек памяти оставим с первой окей и своя все что по касается по дисплей чеку здесь соответственно скин можно поменять тоже мы поменяем кнопочки первая кнопка если мы нажимаем выходим долгое удержание ничего не происходит здесь у нас переключение памяти долгое удержание все мы можем назначать вольты например 5 да у нас мы поставим здесь если будете менять ячейку видим меняем ячейку здесь можно поменять числовое вольт сколько соответственно здесь ампер сколько можно поставить оставим 5 вольт один ампер так все выходим отсюда есть долгое удержание здесь у нас по меню если долгое удержание ничего не происходит если здесь долгое удержание переходим в график здесь график повышения вольта это они у нас будет не оциллограф это просто вот шкала бежит да и изменение падения вольтажа поднятия вольтаж амперы показывают соответственно можно только здесь настроить через сколько будет графика того отображаться на 1 секунда меняться 2 3 0 1 секунда сейчас видите стоит и вот график меняться с этим я думаю тоже понятно это просто визуально смотри как у вас тут идет кому-то штука полезно все пойдемте по меню сразу же пройдемся первых четыре вида меню три режима меню можно между ними переключаться до не закольцовано дальше вы не можете пройти придется идти сюда первое здесь мы наставим максимальный ток 30 ну 30 у нас не выдаст конечно здесь 20 вот на этом блоке питания 30 максимальная войти можем настраивать да все да здесь до тысячных здесь до сотых амперы максимально сколько может выдать ну например если вы там батареи заряжаете где-то в поле до для кого-то не знаю 5 ампер чтобы не включить не жить батареи здесь ограничение поставили там один ампер все или здесь например четыре вольта поставили чтобы не сжечь батарею там или ваш зарядник с этим думаю все понятно здесь вот и максимальная сколько у вас может выйти температура до скольки нагреваться может по-моему до 99 но мне надо перегреться и здесь у нас овер вольтаж сколько на выходе вот этот волк вот этот штука сколько здесь будет на выходе да на нем ограничение выставлять дальше так идем систем здесь все понятно здесь язык бот английский и китайский тема две темы давайте мы их поменяем тему например вот эту выберем а нам надо посмотрите мы обратно не можем вернуться мы тоже тоже только по кругу можем идти на вот эту тему выбираем тема виде у нас закрасилась соответственно если мы выйдем у нас сейчас вот так кому-то так удобно в принципе но опять же здесь видите здесь конечно подкрашено все красивенько но в той теме под каждым например вольт и док показаны под вольтами и сколько выставлено на выходе а здесь они снизу сделаны так что кому как удобно не вот эта тема конечно покрасивее но не так удобно виде они здесь внизу и вы должны определяться где амперы идут а там по-другому так давайте обратно сделаем тему смотрите здесь виде если вы идут вольт и то сразу же я показана на выходе сколько и вольт выходит здесь амперы здесь сколько ампер но это его тема по поинтереснее по крайней мере для меня давайте дальше пойдем с темами понятно здесь яркость дисплея здесь у нас звук пиканье и здесь open close метрикс что это такое это мы выйдем это вот это счетчик вот и вот амперы вы можете их включить чтобы он считал сколько потреблят вы замерить там да за определенное количество сколько там потреблят или залито можете это отключить так что вот это вот здесь за отвечает давайте дальше пойдем оба у о прошивка модель все в принципе я думаю с этим все понятно да вам стоит запомнить как программировать ячейки номер ячейки например 5 вольт один ампер программируем выходим что мы сейчас делаем мы сейчас запрограммировали мне надо здесь выставить на выходе для камеры наблюдению наблюдения запитаем сейчас и и мы в 12 вольт 2 ампера сделаем давайте сразу же ячейку выбираем вторую вторую дальше идем сюда и вот этим энкодером он не энкодер все таки он больше как вот я кручу ставим 12 вольт 12 вольт дальше давайте 2 ампера поставим все сохранилось и смотрите сейчас у нас 6 ячейка да если мы переставляемся у нас 12 вольт 2 ампера все в принципе что касается это понятно да дальше что мы делаем давайте мы сейчас нашу камеру запитаем берем наши крокодильчики подключаем между прочим три степени защиты тут стоит перезагрузки от температуры повышение тока так что если даже замкнуть и ничего страшного просто у вас отключится и все запитывая включаем крокодильчики также крокодильчики хотел начал обратить внимание если у вас таких крокодилов нету просто вам надо веревочку там например этот поставить так не могу открутить здесь откручивается и здесь будут отверстие это вот резьбовые штуки если мы их а вот все пошло сморение вот там отверстие видите мы можем любой провод ставить и затянуть его удобно если крокодилов нету или крокодилы вам не нужны ну штука вообще такая говорю необходимая дальше что нам надо специально камеру поднял повыше мы сейчас запитаем вот эту камеру с вами на проверить рабочие на не рабочие берем папу маму ухты отсюда так далеко сделано думаю запитается берем плюс об берем минус об разносим их в разные стороны и включаем наше питание здесь у нас видим что здесь стоит 12 вольт 5 ампер 2 ампера до включаем у меня штыкер мне здесь не нравится все пошло потребление видим сейчас камера начнет работать подождем принципе 1 ампера хватило все включилась смотрите как это работает и все и камера пошла отстраиваться вот так для для этого и нужно в походных условиях на столб залезли подключили сразу же проверили работает не работает камера сколько потребление идет дальше если мы сделаем видим что вот здесь график попер сколько потребление идет ну и соответственно можно управлять им этими импульсами на камеру и тут вот по графику ползти сколько заберется сейчас видим что в простое камера берет здесь вам видно 129 ампер силу также осмотрение здесь можно если вы можно управлять пониже делать побольше тоже и график делать сколько через сколько будет показано заменение изменение графика думаю это понятно все разберетесь до замыкать его не буду здесь вот замыкание здесь сейчас показано что все у нас запитана и потребление сколько ватт берет сколько берет у нас камера ампер вот для этого нужно да и на коленочки взяли собрали схему вот она все запитали посмотрели любой любой вещь конечно классно все красивенько если там еще будете в темноте все светится все подсвечено огонь огонь друзья мои главное источник питания от любого если мы например смотрите сейчас что сделаем выключаем все выключили мои например сейчас если подключим powerbank то 12 вольт соответственно нас сюда не выдаст так что смысла вот тут вам должен именно блок питания быть больше чем потребляете он потребитель вот такие дела все все здесь можно крокодильщики отключить камеру убрать вот такой друзья блок питания лабораторный что-то упал у меня все штука конечно интересная умеют умеют делать качественные вещи и сейчас все у меня проблем нету обычно проблема какая не знаешь как запитать что-нибудь я попалась в руку даже какой-то пульт там любой сидишь думаешь да как чем тебе запитать батареек нету ничего нету сейчас пожалуйста любой вольтаж и он мобильный понимаете вы с собой в карман положили вот этот приборчик и все огонь место много не занимает ярко сейчас света здесь полно и чутенько ссылочки оставлю в описании цена адекватно все четко не стал показывать их только 10 как и так понятно что все будет работать также есть функция у него подключение компьютеру программа на компьютер есть но она мне не нужна да я не знаю кто хочет заморачиваться например у вас вы постоянно сидите лаборатории своей где ремонтируете у вас компьютер стоит вот этот вы можете не ручками здесь настраивать а через программу есть программа на компьютер соответственно в инструкции все показано как данная программа выглядит просто у нас ну вот она данная программка будет не входит в обзор сейчас в задачи показать эту программу она мне просто не нужно мне проще вот так работать для моих задач но есть в такая функция имейте виду можете через компьютер если у вас всегда компьютер под рукой его станционально все с мелкой электроника работаете ссылки оставлю в описании переходите смотрите приобретайте кто руки из правильных мест растут и кому нужно современные гаджеты комфортно сейчас два лабораторника 1 на 10 ампер здесь сейчас на 5 всем пока удачи ну конечно некоторые аспекты может и упустил тут потому что основное все показал увидимся